мир вам с миром здравствуйте я вас не отвлекаю можете что-то не ясно вас как-то лесу так туманное не освещает неправильно все свет выключи а так нормально ну как будто бы чуть получше да хотел вас поинтересоваться вот верующему православному христианину вообще от можно работать в тюрьме если врачом ну просто там есть и риск ну как криминала да то есть например могут попросить написать ложный заведомо диагноз но это конечно же никому вреда никакого не принесет просто как бы они на такие такими параметрами у них идет работа то есть мне как верующему нельзя в это вплетаться то есть идти туда устраиваться врачом либо есть вариант все таки попробовать поработать ну эта система мне известно хорошо вернувшись из заключения я работал заключенным 18 лет с малолетками со взрослыми больничка называется в лагере отдельно там только и работать настоящим верующим там целое поприще и свидетельство и все но нигде не лгать как это сделать он просит но мало что он просит заранее сказать это нельзя сделать это любой может сделать я не могу я христианин весь ответ них вам даже никто не будет все будут знать что вы неподкупный не на какие сохрани бог какие-то там где-то я вот хожу люди жалуются я выступаю по рации когда я иду по камерам со мной идет дежурный там чтобы открывали и прочее бывает они стараются подсунуть что-то письмо я говорю нет в руки брать нельзя тут стоит который со мной сопровождающему отдайте мы вместе зайдем к начальнику если он разрешит я передам а нет значит нет мне ни одного замечания не было и заключенные не настаивали уже знали что и подкупный и никогда не пойду на нарушение закона иначе меня просто же шибрят и выкинуть так что там платят хорошо рано уходят на пенсию разные дополнительные доплаты и там и квартально платят потом в году еще один раз ну и вот такое дело но если захват заложников или что-то то ты можешь и пострадать вот у меня благодарности от у здесь у нас сизо 17 дроп 1 канатная 81 что не сколько лет я работаю ни одного не было нигде захвата заложников и меня они спрашивали начальство когда я уезжаю летом где вы будете если что-то случится то чтобы вы были здесь они знали там такие есть люди которые называются у них там глаза главного идут специально на это дело не работает нигде знаете как их называют вот ну коронованные такие и вот таких там набралось камеру их там избили избили охранники там что там специально учатся то и они объявили голодовку голодовка идет уже дня три или четыре начальник говорит вот неприятность такая было 6 а сейчас горит 16 уже человек там ягра вы меня за что вы что вы это там нет там никто не заходит даже это сломить надо их я говорю ну вы попробуйте меня бог охраняет но я с бога не буду спрашивать если еще с вами случится то ну правильно я говорю допустите я вам расписку дам там еще ваша расписка я за вас головой отвечаю а я там близкие отношения с прокурором края генерал-лейтенантом были по раскуном меня допускали работать как следователя приносят дела я в них копаюсь выбирая самое трудное ко мне вызывают в отдельный кабинет я как упал мощеных я работаю с ними я ничего больше не делаю вот этот невиновен доказы из четырех трое до суда вышли на свободу заключенное там пустили молву вроде я тюрьму открыл всех выпускать они любят эти легенды такие пускать то ну и договорились все таки начальнику сказал там приговоренных к смерти никого не допускали пока я здесь ноги вашей там не будет а то в подвале там за какими запорами сколько дверей с собаками при том офицеры почему охраняют не знаю я пошел сразу моему близкому прокурору края говорю юрий федорович так и так какой разговор завтра будешь там я говорю буду там я прихожу он уже там но это то полковник генерал-лейтенант на счету ясно все и тот больше ни слова не сказал кто зайдите вот к этому попали политработнику то он совсем близкин ко мне домой приезжал и мне дверь открыли и я там среди этих убийц поэтому господь если располагает сердце я по рации выступал приносил им динамики все проще и они меня все знали они знали я знаю о чем он думает как он говорит там ужимается и люди которые там не были они не знают я знаю где что прячется у него раз сидел чужие не закрытыми глазами поэтому если бы даже я был моложе где-то и можно было пойти но вы рискуете заболеть туберкулезом там свирепствует буквально но сколько я прошел там 5 тюрем было пришлось побыть где лучше барнаульской нету а почему на ответ один у меня один потому что тут был бывший казанский монастырь казанской иконы божией матери их монахинь выстрелили здесь марьям на у них была там нас настоятельница и всех расстреляли расстреляли прямо около обрыва а там источник пробился его заваливали заваливали там мусором наверно со всего города мусор возили ничего не могут сделать а сейчас отдали площадку бульдозером навалили там такие строения вот я ролик поставил может видели недавно вот где и поэтому но надо просто приготовиться источник для такого то для этого для а заключенный такое то вы смотрите ваша работа опасная просто опасная как вы не берегитесь а это рентген и вы у нас у девушка наша прихожанка старости дочка кончила они хорошо все заканчивают у нас я не знаю как она тут у нас все заканчивается красными дипломами вот и иного рентгел рентгенокабинет я говорю машинка смотри как это вредно-то но она вышла замуж уехала и слава богу надо быть очень осторожным я вот был это жанатас джамбульской области казахской сср и там была одна татьяна прокопьевна она этим занималась но я не знаю таких людей мало встретишь она мне маленько как сказать ну правильно она у меня потемнение было легких но туберкоза не было написала так биркулеза еще нету но нуждаются поддержки потому что меня в морозилке 13 дней держали у меня бронхи совершенно никакие тряпки но я разговариваю все и они сделали все мне двойную порцию масло там давай там с этим который на начальник этой маленькой нашей роты она отдельно еще там было словак владимир василич он сейчас нашелся у меня на интернете каждый день вижу его очень хороший и они договорились как-то что не там договорились как меня охраняли буквально когда обыск мои проспоры там библию все к себе все спрячут а то там незнакомые люди но у меня большая помощь была снаружи жена она пробивная у меня надежда васильна такая она и москве и везде до генеральной прокуратуры дошла вот тут она мне сгодилась она очень сильно работает когда над ней никого нету а когда тут ее приходится все время обдергивать не самое лучшее положение я попутно сказать когда мужчина мужа нет он в тюрьме тут она на крыльях летает а пробьется везде если вас туда приглашают и хорошую вас характеристика и себя покажете это хорошее дело русик пойдешь туда лишнее не разговаривающий смолчать видел не видел на лице чтобы не было даже презрения ты увидишь такие разлагающиеся трупы буквально которым у кого-то укусить надо чтобы заразу передать спокоен будь спокоен твори всегда молитву несколько слов и и все врачебную тайну как знаете не раскрывать что там гиппократ вам нашептал а ты верующий и спроси где будешь скажи у вас тут церковь то есть у них как правило сейчас зоне церкви есть и скажи я тут принесу я свое евангелие можно раздать ничего не делай без ведома начальника у тебя будет характеристика в отличие скажет самое простое и он спрашивает это не потому что ты там выламываешься и ты и так и должно быть потому что это серьезно все нигде ни одной записки не выноси если это будет верующий тогда другой разговор можно взять и тут еще нет такого он может быть заказной молебен там или просит передать чтобы его причастили верующему особое отношение ты не солгал мне ничего не сделал так что ответ один если крепкое здоровье характер выдержан и не издумай где-то сдачи давать если где-то даже кинется лучше там захватить руки подержать и ты мужик то здоровый то хлопеснешь один раз и рядом камере будешь сидеть они взяли обвинять тебя никогда но я говорю как у меня было они меня охраняли эти зеки зеки они я камеру захожу 70 человек два часа не курят смотрят за этим чтобы никто не закурил когда евангелие кто-то берет читает мне очень приятное воспоминание благодарение богу как господь сделал но так то я был сейчас что я же не не за деньги работал и они ко мне начальство у меня грамоты от них есть очень очень хорошо относились они собирался этот персонал их тюрьмы раз в месяц и я с ними проводил самая настоящая пропасть беседу и крестики нужны были по 400 крестиков приносил сразу они мне деньги оплачивали все так что это христианская работа дела милосердия можно указано каждом ладно потихоньку там они как там ложись потихоньку вот так тебя легкие больные старости не давить там не кури такие слова говори которые можно говорить и которые на помощь тому будут и так это не безобидно 12 лет минимум жизнь отрывает табак они курят там все а тебе надо проверять скажи ты не поможет вот я в краевой больнице был здесь в барнауле а у них там идешь по коридору и так висят но маленькие такие как таблички написано курение и лечение несовместимы курение и лечение несовместимы то курит и по его гречить не надо выписывает насколько действует сегодня я не знаю но правильно правильно что тут скажешь профессор витебский из кургана он доказал что человек когда поезд ложиться нужно горизонтально не раньше как через два часа пока пройдет желудок иначе у него там что-то клапаны такие эти прожигает когда я говорю не медицинскими терминами надо мной смеются на это так вот или заработать туда почему-то курган дал таких важных людей а у него еще и лаборантка и они теперь развили это учение по всему миру а если кто не соблюдает выписывает они все это зачем я буду время тратить а его ценят то есть то что ты знаешь твердо держись вот этот я конкретно там наркотик так редко им передают а табак то наркотик тоже самый наркотик это не нужно а я не могу бросить это я верю скажи я верю скажи всех христос сильнее это сатана он любит чтобы на уровне разложения материи человек что-то впитывал себя дым этот адский у него нет выхлопной трубы почему ян кронштадский говорит уста курящего демонская кодильница в церкви кодильница униякона здесь демонская ты дышишь то есть напиши маленькие какие-то брошюрочки такие про табакокурение можешь у нас снять материал к истинному православию зайдешь на сайте и там в оглавление табакокурение можно распечатать начальству покажи сначала скажи благословляете меня такими словами даже а он ему будет приятно и вот и будет результат какой-то какой бороду не подстригай не чтоб тебя было видно ты христианин по форме одеты с поясом ну и все остальное то у нас не мешает нам вот если бы так где-то раньше было легкие у меня были нормальные я бы пошел возможность люди больные это так ценят вот ну просто а если бывает совсем больные и кого у них родных нет и передачки нету можешь спросить скажите вот такой то лежит передачки нету мне как врачу можно его поддержать там какие-то пищение там что-то добавить сам никогда это не делай если верующий тогда делай почему это мой брат а это неверующие сейчас верующие я не знаю за веру сидят или нет с такую свободу дали в россии неописуемое сейчас многое уже обрезают вообще за все за всю историю россии никогда такого не было еще ропщит кого-то ну вот мой ответ такой я понял просто я найти техно и само начальство может как бы меня не принять потому что именно начальство сейчас нужно если к примеру да у заключенного норма по легким а им нужно написать чтобы у него там например есть туберкулез то есть брызает водой со спины да и чтобы как бы дырки были просвечивались на самом снимке то есть это уже халтура это уже как бы ложь вот и если я буду такой как бы правильные они меня просто не будут держать у себя на работе просто возьму другого врача который будет исполнять так сказать их не вот эти требования все требования это понимаете норма установленная проверенная вы по нормам идите узнайте вот иногда говорят выписать на тут как врач ты можешь продлить скажи я врач я понимаю ему нужно ходить собой а больница это больничка называется о туда лезут что попало делать лишь бы попасть туда бывает на зуб ниточку и сало кусочек и желтуха у него и я знаю как а пацана ведут он прыгнул и ноги поджал и ударился чтоб копчик сломать чтобы попасть туда даже на это идут то есть там столько придумок разных там проколы какие делают и вот если ты знаешь что человек нуждается в продлении нахождение в больнице тут ничего не нарушаешь ты как специалист и скажи вот такому то а он не так уже больше не говорили еще один раз скажи там начале скажет ты врач а старше я ничего не отвечай все опусти голову глаза и нигде не показывает там что-то недоволен как-то это нехорошо сотвори молитву все на пользу у них нормы если у человека в армии вот я сейчас не знаю сколько метр девяносто ему двойная порция дается лишь как это по нормам и правильно то ли маленький там или большой у него больше клеток который надо кровью насыщать я вот сколько в разных местах был везде и за границей и скажу что а человека много зависит ты можешь себя научиться сокращать то только привезли нас в лагерь и сразу же разделение видно один есть норма у него и он оставляет кусочек я говорю почему мне гортись сильная охота но этим кусочком я не наемся желудок надо сжимать а другой сразу раз его мало то на помойку пойдет их крысы зовут а этот поел дескать я ну не нуждаюсь положил и на него уже смотрят особо вот он нуждается съел бы его но для других показать что я с обхожусь я не крыса видишь как это такое дело вот интересно за стол садятся 10 человека заходят 750 я допустим где был ну шапки уже на улице снять там снег тебе на голову это никто не знает молчать заходят распро сели а раздатчику допустим вот я показываю с этой стороны слева право это туда ближе к окну к стене но мне-то стать надо молиться а тут ходят с этими с кастрюлями я на дальний конец сажусь туда и как только сказали садись сели я тогда сразу один стою меня одного видать я начинаю кланяться тогда а уже знали за что я сижу и тут я кланяюсь поклонами все сколько я не знаю 5-7 поклонов сделал прочитал молитву сел я один раз попал на той стороне мне сразу когда раздадут маленький поменьше поварешки то один раздающий на каждом столе кто-то бывает там как ну не зайка кто его назначал или кто-то 50 столов и 50 этих которые не которые на кухня который за столом и мне обязательно из остатка черпнет и дает а раз я на другой конец то уже тут еще добавки никакой нету еще подобного сели я еще не доел а у него там осталось он смотрит кому дать и это никто не опротестовывает дал а там у него немножко поварешки гляжу целая поварешка ползет над столом и ко мне в чашку я гляжу на него что он говорит это вам отец а я ушел подальше чтобы на раздачу то не попадать и это не спасает послали картошку чистить но я тоже сел там а картошка мелкая такая а эти которые на кухне работают о за них такие деньги там родственники заплатили чтобы ему это льготу такую а там досыта там хлеб то бывает крошечка масло там это что не разворовали то подошли эти заключенные так отец пошли сюда я пошел я как очистить надо почти есть а тут есть кому чистить то ты нам боги расскажи мы слышали ты там рассказываешь и рассказал они мне там каши принесли всего это видишь как я не прошу нигде а господь делает так вот врач придет и мне там то галет этого варенья там скришь это такое сует врач в тюрьмах вот я помню здесь тюрьме был уже знает что то нельзя есть я ну я ем она на мясе как бы мясо повнется кому-то отдам бывает за компот и вот благовещение великий пост и разрешается рыба но я как всегда встал подъем в 6 а я всегда 4 вставал минута в минуту него господь ангел поднимал и в это время стучат еще и раздачи нету подходит а то что да не ты отойди где вас батюшка то да вон молится он там каждый день и ночью молятся там за вас так пусть подойдет подошел тогда снизу поднял поднимает полная чашка селедки наваренный день взяли не знаю полная чисто не не разваренная полная ну вы тут поделитесь если надо это вам узнали что благовещение разрешается рыба а то чего-то стоит один подошел охранник и вот начинает говорить говорит а сам мать-пери-мать-мать-пери-мать-то атрибука я знаете я говорю на других языках легче понимал чем вас он булькаете я говорю одна крошка в параши плавает только ее надо вылавливать у вас в этой словах которые вы как сказали то не хорошо ой ну ты устал уже говорить то он гляжу сумочку поднимает вот такой кусок сыру купил вот так хлопнул мне этот тебе сыру настоящего закрещено вообще знакомая спрашиваю ни одного знакомого нет а как так я не знаю приходит майор и среди но у нас то все камера-то маленькая была вешает китель садимся разговариваем он хотя шестой раз горит тюрьме горит и ник такого не видал чтобы приходил и раздевал снимал китель и сидел не начальник тюрьмы вызывает постоянно побеседовать полковник александр семёнович соломин вот ну бог так делает я говорю понимаете это нельзя никак сделать тут помню рассказывал можно слышали небольшая женщина охранница и дубоками зовут дубачки я не знаю как ее звали эльза кох такая была где-то в майданеке или где она там живем шкуру сдирала у гитлера такая была ну и меня ведет она ведет на допрос при ней никто ничего пронести не может она все видит а сама маленький ростом я еду с вышел с ней поздоровался так поклонился потом пошли я говорю я написал пасхали когда пасха будет все праздники вам нужно такой конечно я и дал скажи ты она до того расположилась я так жене сказал ты чесноку пришли и мне на лекарство готовила орехи перекрученные грецкие с медом виде колбаски следователь принес и сидит ест ой я и забыл это вам жена переслала то съел забыл что не он заключенная я ну вот а другой раз принес отдал вышли она опять назад ведет я и говорю а вот я не сумасшище с ног на какой разговор то я когда другим стал говорить да неправда это вы врете говорят то она никакими уговорами я говорю а я когда из тюрьмы это уже вернулся я старался всех найти кто помогал мне на дом ходил им чем мог тем отблагодарил теперь-то это не взятка ничего я уже на свободе вот бог вот господь берет о тебе по печенье тебе думать не надо зачем думать ты только ноги подставляй вот уходят на час гулять а им же охранять надо а вот сверху один ходит а другой там коридорщики а сверху решетка и вот выходить надо все кончилось я говорю 45 минут прошло надо сейчас у вас часов то нету я нету говорю я к стенке подошел тень падает я заметил сколько поворот по солнцу я определяю сколько тента перешла на другое место 45 минут я и говорю но если моряк я мне это легко сделать было его не проведешь никак он говорит одеты так тепло а там из одной прогулочной площадки если упасть куда там снег выбрасывает то видно было купол храма а из других не видно отец ну согласись пойти мы замерзли уже с тобой то другой раз мы с тебя заведем туда где храм видно вот так брат я вспоминаю сюда и все говорят ну как это может быть у меня все необычное ягоды в армии служил да увольнительный был было насколько дает ну смотря со скольки бывает на 4 часа на 5 а у меня было увольнитель на год я говорю мне 1 января дают до 31 декабря и что ты можешь езжу по всему региону не слыхали это врешь наверно я грушев ради я горьбы техник смотритель воинских зданий ракетный хвост дальнего востока я должен был в городах ездить наши части стоят проверять жилье и докладывать начальнику что ему пора менять квартиру а как со мной никто не по это уже доверенное лицо должность и такая небольшая но мне не присваили и фрейтор мне сразу старшину дали это бог делает я поэтому с благодарностью вспоминаю тюрьму с благодарностью армию благодарности все операции мой бог знает что мне дать какой пластырь приложить вот так дорогой русских себе кубе биографию тогда на тебя будет работать твой авторитет мне часто говорят я на авторитет свой работал 50 лет почему вы не берете его внимание мне никто не скажешь это я своровал взял или там если они им нуждают для строгие слова скажу и говорят лучше бы ты матерился чем эти слова говорить это ваше дело но если вы волки я так и сказал враг всякой правды внутрь надо смотреть так что если пойдешь работать на и лучших благ буду молиться что тебя господь сохранил скажи только это опасное время место опасно но думаю что господь сохранит как ты пойдешь они заключенные молву пускают очень быстро будут говорить насколько ты это но прибавить и маленько прогрессирует болезнь это верболять не счет это через месяц проверяю не уже еще больше потемнение и что нужно порекомендую там усиленное питание дать но скажи я буду ходатайствовать за вас только когда курить не будет а если курить будете все пережжете никогда за курящего не ходатайству поэтому ну что в помойную яму бросать у него надо организм чтобы напрягся вот такое дело и последнее поинтересоваться если вот и гнати технович спение бог не дает как бы его не сразу можно приобрести это смирение либо это ну индивидуальность такая у меня в духовном плане то есть я смотрю как бы мне не нравится когда кто-то там командует или там что-то пытается например мною как-то ну чтобы я подстраивался под человека вот у меня есть такой характере конечно же это не христианское я понимаю тем более если это человек неверующий я понимаю даю себе отчет и если это неверующий человек естественно же никакого смирения перед неверующим человеком у меня не будет и как бы правильно ли это либо ну неправильно либо не совсем ну тут видите вариация такая допустим вы сказали вышестоящий начальник у вас неверующий но я работаю мне нигде не дают работу в охране и одновременно пожаре старшим пожарной охране меня поставили тем более я работал на международных перевалочных базах базе нефтеперегона это выше этого пожар не нигде нету там тренировки у нас были и здесь начали что на территории не курили он идет с твоим заместителем главный инженер а я увидел он курит я подбежал его от пателеич на территории курить нельзя вы что мне указывать будете вот сразу инженер говорит это он правильно сказал мы же сами его инструктировали и говорили я ничего дальше не сказал улыбнулся и пошел назад он начальник и не выдержан такой вижу что малограмотный такой приходит секретарь и говорит вы поставьте пожалуйста вторую дверь тут я говорит от начальника одной двери горит и слышал как он материться все время по телефону я пришел я плотник там столяр могу сделать пришел замерил дверь он а что это мерить и ягру вторую дверь от ваших матерков так вы мне будете указывать как я говорю такой стиль работы партия давно осудила и вышел он как разобиделся а как разобиделся я-то я это дело дело не делать ягру тогда не надо материться если будете материться я обязан обратиться высшей инстанции и правда я пошел выше контора снабжения а тут управление в городе в одном никогда так не было уже после обеда приехал и в портург меня вызвали но и он говорит это правильно так было ну да это так не ругаться у нас это не положено если вас уже совсем тяжело у вас сад то есть он горит есть вот там пойдите ругайтесь как вы называете половые органы у нас и вырастут на дереве еще будете тогда во что ругаетесь как а я вижу она уважена мне надо с ним как-то примириться дверь не стал делать и материться он не стал теперь я вижу у него ботинок порвался я взял эти валенки свои там которые на работе принес туда я громко тележа разувайтесь шутку я вы валенки наденьте попасть сидеть а я часа за полтора вам обувь пощиню а у меня с собой весь инструмент сапожный он ни слова не говорят снял я ему починил принес штиблет и пожалуйста и все наши отношения до того хорошего становились и первую очередь я не изменил своей должности курить сказал нельзя защитил а что материться то я пошел главного бухгалтеру говорю не на и ванна кажется вы почему молчите что вон премии лишить сразу я главного инженера ягра михаил федорович а почему вы не говорите я машину ремонтирую здесь горит тепле в гараже у меня выгонит сразу оттуда я пошел главного склада складами где ой говорит что вы уйдите даже не говорите про это то это мне все он меня обезглавит я гляжу все чем-то связан один я несвязанной свободы до мне идти то джин 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 бухгалтеры у меня ничего нету и вот потом я начал это раскручивать и бог как сделал не то что там я смелый там или я видел что это нельзя и люди обращаются за помощью вот понимаешь это только операции столько разных вариаций и ты не давай не виду что ты недоволен помолись дома там потом приди еще раз посмотрите так а если так а ты сразу раз а я ему там это не годится владеющий собой лучше завоевателя города города город завоевать ты знаешь как трудно было на стены лезть штурмовать а владеющий собой крепость главное внутри ожесточившийся брат как неприступная крепость он ожесточился а ты помолись и надо не надо говорить главный вопрос они так то раз и все это глупость слово не воробей говорит вылетит не поймаешь оно далеко летит и слово грубо сказано наживешь врага есть такая сказка мужик как-то работал в лесу и зима была холодная и он увидел следы медведя решил по нему пойти но видит медведь вздыхает уже нигде ничего нету он погладил его посарапал за ему положил перед ним еды и ушел следующий раз опять они подружились эту сказка то прям друзьями ставили и он может медведь там и на мне от ягоды дает мужику мужики ему и он говорит знаешь пойдем ко мне в гости мужик то а медведь пришел а баба зафыркала предел эту за столом сидит грязный вонючий он маленько сидел медведь не пойду что-то у меня сердце также заболело вышел и мужику говорит а ты приходи я покажу тебе мою берлогу мужик пришел на него схватил облапал и я тебя задавлю паразита такой мужик да ты чё михаил потапович да ты чё я тебе скажу счет ты не заметил как меня жена оскорбила нет бери топор руби ну мужик там видит что давит и взял маленькому там тихнул он через месяц опять ему его смотри заросло а она сказала по сей день у меня кипит там вонючим назвала там то другое понял вот это сказка к тому что слово она ранит как и георгий низкий говорит она может воплощаться зримость я неоднократно в жизни испытывал человеку даже здесь вот в чате уже трое были такие одно слово сказал он сразу вышел и больше его и нету я мог бы называть даже вот я сказал что здесь напрасно ты буянишь то а теперь я гляжу он такой слабак оказался показывал себя сильным ну и немощь твоя ты не знаешь писания и он начинает спорить доказывает а самому уже за 80 лет и такую ахинею несет я возьми одерни его хорошо знаю он сразу все порвал все договора вот и все спасибо христос агнатий технович уже нужно работаете спасибо что что уделили мне время по совету так у нас все выставляется в интернет не против что выставляется конечно не против я только за у нас хороший разговор еще нам стоит вот так я могу сегодня уже выставить так что смотри хотя ну да сегодня занятия идут завтра мы уезжаем просим помолиться дожди все расквасили ехать намного дальше вместо 150 километров приехать придется ехать 200 может с лишним с другой стороны и тоже там трудно пробирается ладно что мы пруды запрудили может попадем а тут нашей дорогой сеяли и там комбайны мощная такая техника там дорога каша говорит ей надо полмесяца сохнуть ну вот так поедем и не знаем какой дорогой но все так так насчет женитьбе спрашивал я тебе ответил сам смотри вопрос не решится против женитьбы самое лучшее лекарство пост и молитва а если уже решил жениться не кайся блажен человек который не осуждает себя за то что избирает вот ты как по должен помнить ты думаешь она будет тебя слушать день два а дальше красивый это показать а с добрым добро жить ищи по доброте вот у меня знакомый один очень очень хороший человек я говорю тебя жена вот мы с ней дружим давно уже лет наверно тридцать пять-сорок по хорошему она член нашей общины я горит и как ее выбирал тут один сосватал баптисты он баптист сам и женился доволен да не доволен дети там от половина православия перешли она со мной знакомы вот дочка одна за священником а вторая за диаконом он ему обидно по-человечески то я его понимаю но при чем тут и она так выбрала вот выбирал я неправильно надо искать было послушного я искал красивую а я девчонки у нее три девчонки и кажется два пацана девчонки с незамужем и ребята поженились они такие просто видны видны как у нас вот галя загулял видел какие ребятишки там у ней у старшей ливии более ста грамм от разных на конкурсах музыкальных она там музыкальные такие там классику играет и но они просто ребят девчонки то только молишься господи сохрани их она то красота то она привлекает и и додет и когда не по форме вообще картинка да все думаю кому достанется оценят или нет какое сокровище вот так но с богом